Раз в год, в преддверии Нового года, первые лица края превращаются в добрых волшебников. Пусть и в строгих костюмах, и без пышной бороды, они и без магических атрибутов готовы исполнить желание. Какое именно, решает синий шар. Мне мечтатель достался такой, который ассоциируется с современными детьми, потому что это планшет. Я думаю, что это мечта многих детей. У меня Софья, ей 7 лет, поэтому обязательно свяжусь с Софьей. И я думаю, что мы с ней планшет, может быть, и выберем вместе, а может быть, уже и я сама это сделаю. Телефоны, планшеты, беспроводные наушники. Если желание маленьких забайкальцев в основном связано с гаджетами, то мечты пожилых самые приземленные. Пуховый платок, билеты в кино или даже торт птичье молоко. Такой сладкий подарок попросила у губернатора пенсионерка Анна Юрьевна Дорофеева. Я решил снять три шарика. Как мне любопытно оказалось, один шарик был с тремя желаниями трех наших людей серебряного возраста уже, которые просили о тортах, о кондитерке, о каких-то вкусных для них сладостях. И еще два шарика. Это были просьбы детей. Один о конструкторе и второй о мобильном телефоне. Это очень хорошая традиция, у нас укоренившаяся традиция, когда мы стараемся для самых родных и близких, стараемся что-то им подарить. В первую очередь через этот подарок подарить радость. У вас есть внучка, вы уже подготовили подарок для нее? Я уже даже и подарил. Не скажете, что? Ну там игрушки. Елка желаний – это уже добрая традиция, которая позволяет исполнять мечты их детей из малообеспеченных семей, а также пожилых забайкальцев. Это способ делиться не только осязаемыми подарками, но и теплом. Время чудес началось и продлится оно до конца января. В течение месяца загаданные подарки начнут находить своих получателей по всему краю. Гуля Алхасова, Максим Лобачев, РТК Забайкалье.